Дорогие друзья, не знаю, заметили вы или нет, но мне очень хорошо ощущается то, что происходит в нашем с вами коллективном бессознательном, причем не только в Украине, но и в других странах, которые сочувствуют Украине. И я вам кое-что хочу рассказать, чтобы понимали, что происходит, и могли реагировать соответственно, выбирать линию поведения, прежде всего внутреннюю. Не знаю, заметили вы или нет, но наступил второй этап психологического надлома. Восемнадцатый день войны подобные испытания тяжело переносить даже подготовленным людям. Добавим к этому физиологию, там отсутствие сна, беспокойство, изменение привычек и так далее, и так далее, и потихоньку народ начинает снова проседать. Эта фаза очень хорошо ощущается мной, я в принципе хорошо чувствую такие вещи, поэтому вы меня и смотрите. Так вот, я хочу вас предупредить, что вы сейчас начали проседать. Для некоторых это заметно, то есть люди склонны к самоанализу это видят, а для многих незаметно, и я спешу их предупредить. В чем выражается эта фаза? В зневерении, это такое хорошее слово украинское, то есть в разочаровании и неверении в перспективы, победу, в адекватность власти и так далее, и так далее. Тут есть два аспекта. Первый. С точки зрения информационно-психологической операции противника, их голубой заветной мечтой является разрушить связь между народом и правительством. Во всех учебниках это всегда цель номер один. Не веря в способность командования, не веря в способность политического руководства адекватно осуществлять оборону Украины и прочие меры. Здесь я могу вам ответить следующее, что недостатков много, как всегда и везде. И сейчас с ними разбираются, и после войны будем с ними разбираться. И не существует идеальных стран, которые идеально вступают в войну и только идеально их ведут. Несмотря на весь духоподъем, казацкий драйв и все остальное. Посмотрите, как ведется НАТО, посмотрите, как ведется Запад и так далее. Сколько ошибок сделано и делается. Это еще все будет происходить. Человечество в принципе не идеально, а во время войны обостряется и самое лучшее, но и самое худшее тоже. И поэтому многочисленные ошибки, конечно, о них надо реагировать, о них надо информировать, мы их собираем, реагируем. Но нужно понимать, что сделать так, чтобы народ перестал верить в власть, а власть перестала верить народу, это цель, о которой наши враги мечтают. И здесь надо сделать простой выбор. На меня все очень просто, все черно-белое, никаких оттенков. Вы или за то, чтобы враги достигли нашей цели, или против. Поэтому мое предложение таково. Вы собираете активно информацию о том, что здесь, здесь, там, не то-то-то. Пересылаете, можно меня оттягивать в фейсбуке, я всегда реагирую другими способами. Я все это доношу в высшем военно-политическом руководству страны. Реагируем соответственно, своевременно. Скоро будут и меры предпринимаются, и заявления будут соответствующие, которые спешат успокоить. Но вы помните, что как только отдельные слабые души начинают трындеть, что да нет, да да, да всегда. Я уже не говорю про политиков, не будем показывать пальцами, которые пытаются преследовать свои политические цели. То здесь, как бы, вы выбираете очень просто. Вы выбираете ту сторону, которая помогает противнику достигать целей в отношении вас, в отношении нас всех. То есть вы невольно помогаете противнику ломать Украину. Прежде всего, психологически, а это и есть его главная цель. Типичный пример. Давид Рахаби и Михаил Подоляк сфотографировались на полигоне в Явре. Это было 6 числа. Полигон этот огромный. Огромный. И очень хорошо известны все точки, место расположения и так далее, и так далее. Сегодня ночью противник наносит удар, и кое-кто из оппозиционных политиков радостно погнал вместе с российскими. Службами информационно-психологической борьбы о том, что вот, они накануне сфотографировались, именно поэтому ударили, а без этого бы не ударили. Конечно, но откуда Россия знать про то, что существуют Явровские полигоны, что туда идет помощь и все остальное на свете. Ну, типичный пример. Подай. Это политика. Есть вторая часть. Вторая часть заключается в том, что речь идет о нашем внутреннем личном психологическом состоянии. Есть такая штука, которая называется волевой конфликт. И в принципе, что такое воля? Это способность сделать выбор и та сила, которая позволяет осуществлять выбор. И именно в момент выбора линии внутреннего и внешнего поведения, вот в этот центр бьют специалисты противника. Или бьет та слабая часть человеческой души, этот черный волк, который хочет, чтобы человек просел, разочаровался, поплыл, потек. И этим воспользоваться, от этого подпитаться и немножко вырасти. Так вот, этот выбор делает каждый из нас, какие бы силы на него ни действовали. Этот выбор осуществляет каждый из нас. Война, конечно, выматывает. Испытания, конечно, выматывают. Вот очень многие люди вот сегодня, эти сутки предыдущие, предпредыдущие вздыхают. Алексей, когда это все закончится, уже сил нет и так далее, и так далее. Погодите, еще будет третья фаза. Она будет еще страшнее. И это будет страшнее вне зависимости от наших реальных успехов на поле боя или на переговорах. Эта фаза наступит автоматически, даже если вооруженные силы сейчас прямо погодят противнику. А Россия с Великой Северной на переговорах отдать все на свете. Она наступит неизбежно. А если будут еще какие-то неуспехи или провалы, а это вполне возможно, потому что война есть война. И война идет с очень тяжелым противником. Сколько бы мы на ним не смеялись. То это может еще более усугубиться. Так вот в этот момент надо стать немножко строже к себе и заняться таким легким самоанализом. Присматривать за собой, а не поплыву я. Потому что от того, что вы поплывете, не будет лучше никому. В первую очередь вам самим. Потому что психология немедленно скажется на физиологии, немедленно скажется на социальных контактах. Вы начнете ссориться, ругаться и так далее. Все это наматывается как снежный ком. И вот человек валится в воронку психологической катастрофы. А начинается это все с проигрышем волевого конфликта. Волевой конфликт мы проигрываем, когда вы решаете поверить в новости раньше, чем успели их проверить. Когда вы из версии трактовки возможных событий выбираете самую худшую, самую паническую и самую неблагоприятную. Например, власть бросила Мариуполь. Например, Подоляк и Рахами засветили Явровский полигон. Например, специально замалчивают прополкозов, чтобы они там в Мариуполе погибли и их решили похоронить. Ха-ха-ха. Значит, что там еще и слышал я. Значит, из крайних. Ну, трех примеров достаточно. Вот когда из вариантов версий или специально оставляют нашу территорию, заманивают противника, еще что-нибудь такое. Когда из всех этих версий вы мысленно допускаете или выбираете версию, которая в пользу все пропала, вы проиграли волевой конфликт. А не надо проигрывать волевой конфликт. Потому что это битва, которая разыгрывается даже не в терминалах вот этих вот смартфонов и видео, и ноутбуков, и телевизора. Это битва, которая проигрывается внутри, вот здесь. Здесь главное поле боя. Вне зависимости от того, где вы находитесь, в Австралии, в Нью-Йорке, в Польше, во Львове, в Мариуполе, в Киеве, где угодно. Здесь проигрывая. И в какую роль вы выполняете или функцию. Вы или проигрываете волевой конфликт или нет. Каждый раз, когда допускаете черные версии, трактовки событий, выбираете их, а тем более разгоняете их, вы проиграли. Каждый раз, когда вы удержались и не разогнали, решили перепроверить информацию, подумали о людях хорошо, а есть такой старый библейский принцип. Думайте о людях хорошо с самого начала. То есть из всех возможных версий выбирайте позитивную, проверяйте ее. Вы выиграли. Вы переключили тумблер на белое вместо черного. Вы еще раз удержали свое состояние сознания, которое подтачивается и снаружи воздействием событий, специальным воздействием противника. И слабую черту своей натуры, которая есть у каждого из нас, победили внутри. А каждая победа вбрасывает в кровь гормоны успеха. И подсознание ваше собственное читает, что вы движетесь по успешному пути. Почему важно? Почему тот же самый Питерсон говорит, что важно намечать на день маленькие события, не подвиги, просто распорядок дня. Потому что, проходя эти контрольные точки, подсознание читает это как историю успеха. И как у тех самых Амаров, вернее, не Амаров, а Лангустов, оно выращивает мозг победителя. А если идти по черной линии, по линии разочарования и неверия, то у вас будет мозг нормально растворяться, мозг победителя, а отращивается мозг проигравшего. Это и есть главная задача черной воронки войны. Чтобы мы растворили себе мозги победителей и вырастили мозги проигравших. Не делайте этого. Выбирайте позитивные версии, думая и о человеке, и о людях, и о событиях. Позитивные. Надо думать о людях хорошо. Человек разрушает себя, когда начинает думать о других людях плохо. Это четкая, железная закономерность. Как только вы начинаете думать о людях плохо, становится плохо не людям. Вам становится плохо. Не допускайте этого. Еще будет очень много испытаний. И от каждого из нас зависит, кто вы выиграли в внутреннюю войну или нет. И каждый там один на один. Знаете главный закон пехоты? Каждый умирает в одиночку. На самом деле. Даже если горит в общем танке. Смерть – это всегда один на один. И вот смерть, горе, разруха, печаль, давление психологическое. И каждый из нас должен выиграть ее в одиночку. Хотя мы все здесь. Мы с вами. Мы все вместе. Я думаю, каждый раз, когда мы смотрим это видео, его смотрят десятки тысяч, сотни тысяч людей, а может быть и миллионы. Вот ощутите во время просмотра этого видео, во время моего обращения, что все мы вместе. Все мы одни и те же самые проблемы испытываем. И на самом деле, хотя каждый умирает в одиночку, то поддерживать мы себя друг друга можем вместе. Ощутите эту поддержку. Вспомните, что каждый из вас, кто смотрит это видео в одиночку, в убежище, в комфортабельном доме, здесь, там и так далее, на самом деле связаны невидимыми нитями с миллионами людей, которые находятся в точно таком же состоянии и тоже сейчас решают выбрать белое или черное. Выбираем белое. Заботимся о других. Выигрываем внутреннюю битву, как бы тяжело ни приходилось. А будет еще тяжелее. Сразу говорю. Придет третья фаза еще. Где-то на 21 день, 25-27, конец лунного месяца, начнется третья фаза. Я в свое время предупрежу, а пока выигрываем внутреннюю битву, заботимся о других и помним, что у нас миллионы. И эти миллионы должны выбирать светлое. Не один раз, а каждый раз, когда сомнение, усталость, тревога. Надо перекладывать рычаг, отращивать себе рефлексы победителя, мозг победителя, помнить, что мы связаны с другими, поддерживать друг друга и все время выбирать сверху сторону. Все будет Украина. Вот. Украина. Разб continent. Украина. Украина. Украина.